Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шары. Коротко об основных темах выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня, 12 декабря, наша страна отмечает государственный праздник – День Конституции России. Главный нормативный и правовой акт был принят 12 декабря 1993 года. С этим событием жителей Самары и области поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона подчеркнул, что, сохраняя приверженность принципам, закрепленным в Конституции, «Мы, впрочем, наше единство, разгромим врага на поле боя и обеспечим мирную и благополучную жизнь нынешнего и последующих поколений соотечественников». К поздравлениям присоединилась и глава Самары Елена Лапушкина. Мэр города отметила Конституция – основной закон государства – символ нашей свободы, прав и гарантий. Она является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов. Глава Самары Елена Лапушкина вручила первые паспорта юным гражданам России. Торжественная церемония была приурочена ко дню Российской Конституции. Свой официальный документ получили более 30 школьников. А затем глава города присоединилась к проекту «Госстарт» и ответила на вопросы ребят о муниципальной службе. Подробности в нашем сюжете. У ученицы 166-й школы Алины Роговой ответственный день. Она почти два месяца со дня своего 14-летия ждала момент, когда получит свой первый паспорт. И причина ждать была. Документ она получила из рук главы города Елены Лапушкиной. Признается, это вдохновит ее на новые свершения и более активную работу в движении «Первые». Очень волнительно и в то же время очень интересно. Мне предложили в школе это такое мероприятие. Я согласилась. Всего глава города вручила более 30 паспортов, которые для юных граждан стали первыми. Торжественная церемония состоялась в честь Дня Конституции России. А в напутственном слове Елена Лапушкина напомнила, что вместе с документом у ребят появились не только права, но и обязанности. Пожелать я вам, наверное, хочу только одному. Быть достойными гражданами своей страны. И нам по-настоящему повезло, что мы родились в России. И хочу пожелать, чтобы вы всегда словом и делом соблюдали принципы и смыслы, заложенные в Конституции Российской Федерации. После церемонии глава Самары приняла участие в программе «Госстарт» и пообщалась со школьниками и студентами факультетов государственного и муниципального управления. Молодых людей интересовали в первую очередь личные вопросы. Кого Елена Лапушкина считает своим наставником? Какие качества должны быть у работника муниципальной службы? А также в чем она видит главную миссию в своей работе? Мне хочется, чтобы каждый проникся этой любовью. Я понимал, что город у нас действительно удивительный. Есть замечательные города, потрясающие города, интересные, богатейшие истории. Но Самара она родная. Вы знаете, как в кровь вошла, и все. Вот так же мне хочется, чтобы каждый из нас чувствовал этот город. Также обсуждали перспективы и возможности муниципальной службы в городе. Глава Самары пригласила студентов на стажировку, а также заверила, что если они проявят желания и идеи, которые помогут городу стать еще комфортнее, то они обязательно смогут добиться успеха в своей работе. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. В Самаре для участников специальной военной операции отправят очередной гуманитарный конвой. Символично, что груз сформировали в день 30-летнего юбилея со дня принятия Конституции Российской Федерации. С места отправки конвоя репортаж корреспондента событий Светланы Тимофеевой. Гуманитарную помощь загружают курсанты Института Федеральной службы исполнения наказаний. Все необходимое бойцам в зоне специальной военной операции собирали по инициативе сотрудников аппарата у полномочного президента России в Самарской области Ольги Гольцовой. Я считаю, что это абсолютно правильно, поскольку дело не в том, что там ничего нет, как многие говорят, там все есть. Но дело в том, что это забота земляков о своих ребятах. В сборе гуманитарного груза приняли участие бизнесмены, предприниматели, общественные организации, а также региональное отделение, офицеры России, боевое братство и самарский батальон. Традиционно груз сформировали, исходя из пожеланий самих бойцов. Мы собрали по их просьбе печки, ватники, теплую одежду, бочки, оргтехнику, очень дорогую оргтехнику по отдельному списку. Поэтому выполнили практически на 90% их пожелания по отдельному списку, который они просили. Символично, что именно сегодня в Самаре сформировали очередной гуманитарный конвой. 12 декабря 2023 года исполняется 30 лет со дня принятия Конституции Российской Федерации. За победу! Ура! Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. Спецподразделения Управления Росгвардии по Самарской области стали лучшими в Приволжском федеральном округе. С начала года самарские сотрудники ОМОН и СОБР выполнили более 1200 специальных задач. Задержано порядка 1300 человек, совершивших различные противоправные действия. При содействии бойцов спецподразделений из незаконного оборота изъято свыше 31 килограмма наркотиков и 47 килограммов взрывчатых веществ. Такие итоги озвучены на оперативном сборе руководящего состава Приволжского округа Росгвардии, который состоялся в Нижнем Новгороде под руководством командующего генерал-лейтенанта Сергея Просяника. В нем приняли участие заместители командующего, начальники управления территориальных органов, командиры и начальники штабов соединений воинских частей. В том числе и представители регионального управления Росгвардии во главе с временно исполняющим обязанности начальника, полковником полиции Евгением Нечаевым. Завершился оперативный сбор расширенным заседанием итогового военного совета под председательством командующего округа, в ходе которого генерал-лейтенант Сергей Просяник вручил отличившимся сотрудникам и военнослужащим государственные и ведомственные награды. Мы завершаем оперативный сбор руководящего состава округа. В рамках его проведения были определены единые подходы в организации выполнения поставленных задач с учетом участия в войск округа в специальной военной операции. Рассмотрены проблемные вопросы и определены пути их решения. В 46-й школе Самары отметили День Конституции. Ученики старших классов приняли участие в викторине. Вопросы касались государственного устройства. Насколько хорошо ребята знают содержание основного закона нашей страны, расскажет Ксения Баканова. В актовом зале 46-й Самарской школы настоящий мозговой штурм. Здесь ребята отвечают на вопросы правовой викторины. Все они связаны с Конституцией, основным законом нашей страны. Мы совместно с ветеранами Самарской областной прокуратуры привели мероприятие для старшеклассников 8-9-10 классов, рассказав и о основном законе нашей страны, Конституции, и о героях, их верном служении нашему Отечеству. В каждой команде по пять юных знатоков право. На размышления школьникам дается 30 секунд. Когда мы отвечали на вопросы, представленные викторине, мы вспоминали то, что говорят учителя, то, что написано в учебниках, что-то мы читали в интернете. И сообща давали правильные ответы. Ребятам предложили проштудировать 15 вопросов. Правильный ответ нужно было выбрать из трех предложенных вариантов. Знание учеников оценивало компетентное жюри. В этой непростой, но честной борьбе проигравших не оказалось. Без знания этих вопросов невозможно понять, как у нас осуществляется власть и какие полномочия у президента, у правительства, в Государственной Думы, Советы Федерации. Это основные вопросы, то есть как бы азы. И ребята в этом прекрасно разбираются. Также школьники приняли участие во флэшмобе. С нами Бог, с нами Бог. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. За безопасность всей семьей конкурс таким названием провели в детском саду 178. Сегодня сотрудники госавтоинспекции наградили его победителей. Тему продолжит Елена Чернявская. По словам специалистов, ребенок лучше учится правилам дорожного движения на примере членов своей семьи. Поэтому совместное изучение ПДД, викторины и конкурсы в игровой форме помогают запомнить все гораздо быстрее. Знакомить детей с правилами дорожного движения необходимо с самого раннего возраста, отмечают госавтоинспекторы. Сегодня сотрудники полиции подвели итоги конкурса за безопасность всей семьей. В нем приняли участие воспитанники детского сада номер 178 и их родители. Важность их неоспорима, потому что все то, что вместе с семьей, это вообще должно быть во главе угла. У нас в следующий год, по-моему, год семьи. Так что мы очень плавно входим в этот год. И нам-то остались вообще самые уникальные родители, самые активные, самые вдумчивые, самые заботящиеся. Поэтому у нас и детки такие. Победителями конкурса стала семья Нотиных. Арсений вместе с папой заняли первое место и получили заслуженные награды. Призеры рассказывают, участие в конкурсе было непростым. Они долго готовились и прошли вместе много испытаний. Мы решили принять участие в этом конкурсе всей семьей. Потому что, ну, я считаю, в принципе, и мама, и даже наш сын, что это очень важно, знать и соблюдать правила дорожного движения. Все этапы мы старались выполнять творчески, все вместе, задействовали кучу своих знакомых. Ну, и получилось, в принципе, мне кажется, неплохо. Готовили, снимали ролики всякие, ходили по улицам, выполняли правила дорожного движения, общались с полицейскими. Подводя итоги конкурса, сотрудники госавтоинспекции поблагодарили работников и воспитанников детского сада номер 178 за приглашение, вручили победителям грамоты, призы и пожелали безопасных дорог. Еженедельно мы проводим рейды в школьных и дошкольных организациях на профилактику детского дорожного травматизма. С целью того, чтобы снизить цифры, статистики, которые растут. После награждения для детей провели занятия педагоги передвижной мобильной лаборатории ПДД. Обучение основам дорожной грамотности прошло в игровой форме с использованием наглядных материалов, стендов, макетов, уличной дорожной сети, с помощью которых моделируются ситуации на дорогах. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События. Далее коротко о других событиях дня. В Самарской области более полутора миллиона человек сделали прививки от гриппа. На этой неделе в прививочные пункты дополнительно будут поставлены более 79 тысяч доз вакцины от гриппа «Гриппол Квадривалент». Она предназначена для профилактики гриппа у детей, подростков и взрослых до 60 лет. После прививки медики рекомендуют не пренебрегать мерами инфекционной безопасности. Важно продолжать защищать дыхательные пути в общественных местах с помощью маски и соблюдать другие противоэпидемические мероприятия. Это же касается и мер защиты от коронавируса. За три дня самарские полицейские задержали 44 пьяных водителя. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Самарской области. За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной тонировки к ответственности привлекли еще 60 автомобилистов. Также 35 водителей нарушили правила перевозки детей. По итогам мероприятий выявили 67 правонарушений со стороны пешеходов. В Самарской области 255 дольщиков получат денежные компенсации. Решение о выплате компенсации дольщикам 48 проблемных домов принял Наблюдательный совет Фонда развития территорий. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснулин. Как стало известно, выплаты получат дольщики домов в Самарской, Ивановской, Иркутской, Челябинской, Нижегородской, Кировской, Московской, Новосибирской, Орловской и Тамбовской областях, республиках Башкортостан и Калмыкия, Краснодарском и Приморском краях. Самарцев предупредили об опасности выхода и выезда на лед. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 15 сантиметров. Лед прозрачный голубого-зеленого оттенка прочный, а у льда белого цвета прочность в два раза меньше. Тонкий лед имеет оттенки серого, матового-белого или желтого цвета. Пористый. Он обрушивается без предупреждающего потрескивания. Уточнили в сообщении. В Самарской области объявили желтый уровень опасности. По данным Приволжского УГМС, во вторник, 12 декабря, по региону ожидается усиление юго-восточного ветра. Порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Во избежание несчастных случаев, Главное управление МЧС по Самарской области рекомендует ограничить выход из зданий. Взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Держаться подальше от электропроводки, антенн, окон, дверей. При необходимости укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Стихи, рассказы и картины, посвященные родному краю. Во Дворце ветеранов сегодня начался литературно-художественный фестиваль «Самарские родники». Для представителей серебряного возраста это возможность заявить о себе и услышать мнения профессиональных экспертов. Подробности в нашем сюжете. С любовью к родной земле. Во Дворце ветеранов сегодня начался первый открытый литературно-художественный фестиваль форум «Самарские родники». Участники люди серебряного возраста представили на суд жюри свои работы в таких направлениях, как поэзия, проза, художественное творчество. Все они посвящены родному краю. Потребность в самовыражении является одной из ключевых потребностей человека в любом возрасте. Потребность выразиться в творчестве должна подпитываться возможностью быть оцененным, получить профессиональные советы, найти единомышленников, сверить какие-то свои мысли, чувства, эмоции, быть увиденным и услышанным. Программа форума очень насыщенная, и она предполагает не только теорию, но и практику. Сегодня участников ждало литературно-творческое мероприятие «Души очарования». На завтра организаторы приготовили мастер-классы, лектории. Будет работать литературно-творческая гостиная. Поэтические работы оценивала Людмила Хаустова. Люди, которые в молодости, может быть, и некогда было этим заняться ввиду всяких бытовых, житейских проблем, они это держали в себе. Это не находило у них выхода. А сейчас находят выход. И надо сказать, что некоторые очень хорошо умеют выразить себя. Кто-то ярко чувствует, но пока еще не может сложить это на бумагу, а кто-то уже и может. Организаторы планируют сделать такие форумы ежегодными. Виктория Шары, Константин Головин, События. В этом году фестиваль «Мир, в котором я живу» отмечает 25-летний юбилей. За это время участие в конкурсе приняли более 24 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. Во время гала-концерта, который прошел на площадке Дома культуры «Заря», 80 лауреатов показали свои творческие способности. От песен и танцев до навыков декоративно-прикладного искусства лучшие работы увидел Михаил Гермоленко. Интерес к фотографии третикласснику Илье и его брату Леониду привил папа. Фотоискусство – это настоящее семейное хобби Гольцевых. И с поля зрения их объектива не уходит ни одна интересная деталь, будто красивый закат, гнездо перепелки или городской пейзаж. Работы оценили и члены конкурсной комиссии, что позволило Илье и Леоне войти в число лауреатов фестиваля «Мир, в котором я живу». Среди финалистов 25-го фестиваля «Мир, в котором я живу» 80 детей. Это ребята с ограниченными возможностями здоровья, кто всего себя отдал творчеству. Под чутким руководством опытных наставников или родителей дети творят своими руками настоящие шедевры декоративно-прикладного искусства. Миниатюры из известных сказок, картины, фотографии и другие самые разные поделки. Радует, что каждый год у нас выставка «Все лучше и лучше». Работа разнообразнее, интереснее. Они помогают нам увидеть, какие мечты у наших детей, какие исторические события произвели на них огромное впечатление. Ну и, конечно же, сегодня мы увидим творчество детей на сцене. Действительно, конкурсантам было, что продемонстрировать на сцене. Лауреаты показывали свои способности в самых разных жанрах. Танцы, жестовые и традиционные песни и другие творческие номера. Готовились долго и упорно. В этом году фестиваль отметил свой 25-летний юбилей. 25 лет, большая такая вот, вроде бы дата. На самом деле пик. И мы сегодня видим, у нас первый участник с экрана ведет это мероприятие. А это связь, связь, которая идет. Все продолжают общаться, участвовать в организации таких замечательных фестивалей. В самом первом фестивале, который прошел в 1997 году, участвовали 137 человек. По традиции, конкурсанты сначала проходили и до сих пор проходят районный этап, а затем лучшие выходят на городской уровень. С каждым годом количество заявок на участие только растет. За многолетнюю историю фестиваль «Мир, в котором я живу» стал настоящим творческим взлетом для 24 тысяч детей. Михаил Ермоленко, Петр Паломеев. События. С 15 декабря в Самаре начнут работать елочные базары. Торговые точки оформят в одном стиле. Над входом можно будет увидеть яркую вывеску. Наличие деревянного забора по периметру торговой точки признак того, что это официальная елочная ярмарка. В этом году будут работать 155 точек продажи зеленых красавиц. У продавца елочного базара должен быть весь пакет документов, договор на осуществление торговли, свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица, копия товарной накладной, подтверждающей приобретение хвойного дерева в лесхозе. Отметим, в Самаре притекается нелегальная торговля главными новогодними деревьями. Ежедневно администрациями внутри городских районов будут проводиться рейды. В случае обнаружения неофициальной точки на нарушителей составит протокол за несанкционированную торговлю. Режим работы елочных базаров с 15 по 30 декабря с 8 утра до 22 вечера, а 31 декабря с 8 утра до 12 дня. После закрытия предприниматели обязаны демонтировать торговую точку, очистить место и вывести остатки нераспроданных деревьев. К Новому году диффузионная нейросеть Яндекс.Арт сгенерирует реалистичное изображение елочных украшений в нескольких стилях. Ими можно будет украсить самую высокую цифровую елку страны на главной странице Яндекса. Погрузиться в атмосферу праздника поможет приложение Шедеврум. Для создания украшений в нем появился специальный режим «Елочная игрушка». Чтобы украшение попало на главную страницу Яндекса, нужно сгенерировать изображение игрушки в новом режиме Шедеврума и выбрать опцию «Отправить на елку» перед его публикацией. Игрушка будет радовать ее создателей и других пользователей до окончания праздников. Повесить на елку можно только одно украшение. Каждый пользователь, который принял участие в украшении елки на главной Яндекса, сможет получить подарок. Созданными в шедевруме изображениями елочных игрушек можно делиться в социальных сетях с друзьями и близкими, чтобы погрузиться в теплую атмосферу предстоящего праздника вместе с ними. Создавать украшения и любоваться именно главной страницей Яндекса можно до 9 января 2024 года. И мужская, и женская баскетбольные команды Самары победили в матчах своих чемпионатов. Хоккеисты ЦСК БВС пытаются приблизиться к зоне плей-офф, а гандболистки Ладо продолжают погоню за лидерами Российской Суперлиги. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Баскетболисты Самары на домашнем паркете переиграли московскую руну в матче Единой Лиги. Поначалу гости были точнее, но затем волжане к концу первой четверти сделали рывок 16-0. Небольшой перерыв не остудил пыл хозяев, и они сделали еще один рывок без пропущенных очков. После того, как преимущество самарцев выросло до 30 очков, они сбросили темп и позволили гостям немного приблизиться. 93-78 – уверенная победа Самары. Женская команда Самары также проводила свой матч дома. В матче Премьер Лиги они принимали Спарту Эндка из Видного. Матч развивался по такому же сценарию. Первая половина игры закончилась с большим преимуществом хозяек паркета. В третьей четверти гости начали сокращать отрыв, но большего им сделать не позволили. 80-58 – победа Самары. Хоккеисты ЦСКА ВВС добились победы в ВХЛ в непростом выездном матче против Рязани ВДВ. Голов было мало, поскольку отлично на своих позициях действовали голкиперы обоих клубов. Счет открыли самарцы в середине второго периода. Хозяева смогли отыграться лишь в середине третьего, реализовав численное преимущество. Встреча перешла в овертайм. Казалось, дело шло к булитам, но на последних секундах дополнительного времени летчики забросили победную шайбу. 2-1 в пользу ЦСКА ВВС. Хоккеисты Ладьи в МХЛ и во втором спаренном матче на домашнем льду обыграли кузнецких медведей. В отличие от первой встречи, для этого пришлось приложить больше усилий. Встреча началась с гола гостей на шестой минуте. Затем тольяттинцы сравняли счет, но концовка первого периода вышла для них ужасной. Сначала медведи вышли вперед, а затем дважды с интервалом в 11 секунд реализовали большинство. Во втором периоде игроки Ладьи принялись исправлять свое положение. И уже к середине игрового отрезка счет сравняли. В начале заключительного тайма тольяттинцы забили еще. Эта шайба и стала победной. 5-4 в пользу Ладьи. Гандболистки Лады продлили серию побед в Суперлиге до трех матчей. Накануне они обыграли дома за Венегородскую звезду. После равной борьбы в первые 10 минут тольяттинки стали играть надежнее и наказывать оппонентов за ошибки. Это позволило завладеть преимуществом, которое они не растеряли до финального свистка. 33-28. Победа Лады. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В 2024 году в Самарском районе благоустроят шею дворов, сообщает в телеграм-канале городской администрации Вести с Дворянской. Новые детские спортивные площадки и обновленные внутриквартальные проезды во дворах получают активные жители, которые участвуют в программе формирования комфортной городской среды. Нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2023 году в Самаре только по нацпроекту был обновлен 51 двор. Глава Кировского района поблагодарил жителей, которые принимают участие в гуманитарной миссии, собирают помощь и своими силами отправляют ее в зону проведения СВО. Говорится в телеграм-канале Кировского района. Игорь Рудаков вручил жителям благодарственные письма и памятные подарки. Продолжается набор граждан на военную службу по контракту. В телеграм-канале Самарского района рассказывают, что для оказания оперативной информационной поддержки гражданам региона создан чат-бот «Самара. Контракт. Бот». Здесь можно получить всю официальную информацию, узнать об условиях службы, о льготах для контрактников и их семей. На Самарской набережной продолжают заливать каток. В телеграм-канале Департамента городского хозяйства и экологии говорится, что вероятнее всего уже к концу этой недели он будет открыт для первых посетителей. Мау Самарская набережная готовит к открытию сезона несколько сюрпризов для жителей Самары. Для маленьких гостей будут доступны бесплатные занятия с профессиональными тренерами-фигуристами и яркая фотозона. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за актуальной повесткой на официальном сайте Самары ГИС в нашем телеграм-канале и на страничках ВКонтакте и Одноклассники. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!